Китайский эксперт считает, что США могут создать азиатскую НАТО. Видите, как замечательно. То есть уже вот РИА новости со ссылкой на Пекин и прочее-прочее рассказывают о том, что США могут создать азиатскую версию НАТО и так далее и тому подобное. То есть Австралия, Япония, это будет азиатская НАТО, хотя и Австралия, и Япония в союзе с США находятся и НАТО никакого не надо, да? Потому что они и так союзники, у них военные договора. Но зачем эта информация нужна? Нужен повод. Что это значит? Это значит, что Китай будет создавать свою версию Варшавского договора. То есть будет говорить, видите, вот версия азиатская НАТО, а у нас версия Варшавского договора, да? И вот Курт Кэмпбелл, советник национального совета безопасности, в общем, советник по национальной безопасности, так это проще называется, да? Он заявил, что в случае неумолимого стечения обстоятельств относительно Китая, необходимо прибегнуть к поддержке союзников, так это всегда необходимо прибегать к поддержке союзников. В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства. Да, там сейчас включили такую, как бы это сказать, эпопею, да, которая называется чистая тарелка. То есть программа чистая тарелка подразумевает, что там дети в школах, студенты в институте должны все съесть, оставить чистую тарелку, то есть таким образом, я не знаю, не стимулирует потребление. Почему Китай это делает, к чему он готовится, ну, в общем-то, легко объяснить, для чего они это делают. Потому что, ну, люди стали потреблять много лишнего, а когда все начнется, у Китая ничего лишнего не будет. Поэтому нужно как-то людей немножко простимулировать, да, в том, чтобы они были дисциплинированы. А вот такие как раз квесты, они для этого и подходят. Китай планирует отправить космический аппарат на край Солнечной системы. Да, я думаю, что для Китая это принципиально, потому что судьба Voyager очень многих беспокоит, представляете, да. То есть мы все ждали, когда Voyager покинет Солнечную систему. Ну, и даже с вами в эфире были, помните, тогда, когда, какой был, 15-й, я уж не помню, 16-й. И Voyager подошел к краю Солнечной системы, вышел за край. Все ждали, что же он там будет сообщать, потому что там какие-то другие солнечные ветры. То есть, ну, естественно, тут работает Солнечная система, идет поток частиц от Солнца, а там уже Проксима Центавра, какие-то другие звезды там и так далее. То есть воздействие более открытого дальнего космоса там более характерно. И что же увидел тогда Voyager, помните? Ничего. Вот что всех озадачило. Voyager ничего не увидел, там ничего не было. И такая херня продолжалась две недели. Две недели все сидели, курили, но мы уже все поняли, конечно. Сидели, ждали, когда нам начнут уши тереть. Ну, через две недели начали тереть уши и рассказывать о том, что там вот что-то там он прислал, какие-то сообщения, которые надо расшифровать, которые расскажут нам о дальнем космосе и все. И больше ничего. После этого бы никаких... НАСА ничего не рассказывает, никто ничего не говорит. Как будто нет ни Voyager 1, ни Voyager 2, ничего нет. Поэтому я понимаю, что китайцы тоже очень этим заинтересовались. И хотят тоже исследовать и направить туда свои космические корабли, чтобы понять, что же там за гранью. Вячеслав, в Китае с ней будут захватываться Россия, они ее купят. А они ее не купят, они ее так заберут. Зачем им деньги тратить? Они что, дураки, что ли? Им так все отдадут. Они ее захватят. Только не военной силой. Зачем военной силой? Путин все подпишет и все отдаст. Субтитры создавал DimaTorzok